МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджет сбалансирован. Депутаты Рязанской городской думы провели очередное заседание. Воздушно-десантному командному училищу 96 лет. Репортаж с праздничных мероприятий. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня губернатор Рязанской области Олег Ковалев более двух часов отвечал на вопросы местных журналистов. Причем темы в беседе поднимались весьма различные. Это и экономика, и социальная сфера, и культура. На встречу побывала Оксана Тебенихина. На рабочей конференции с губернатором присутствовали представители всех средств массовой информации Рязани. Первые вопросы, которые журналисты задавали Олегу Ковалеву, были связаны с чередой громких отставок. В первую очередь губернатор прокомментировал уход главы Рязанской администрации Виталий Артемова. Я должен сказать, что с приходом Виталия Евгеньевича все-таки в городе начало многое меняться. Понятно, что многие вещи делались и через колено, многие вещи делались через изменение даже внутреннего понимания проблемы и так далее. Но многое начало меняться в лучшую сторону. Все-таки 4 года на этой должности, я думаю, Виталий Евгеньевич где-то накопилась в нем какая-то внутренняя, наверное, усталость. Потому что вот это его решение, оно было для меня неожиданным. Я поздно вечером возвращался из Москвы, мне позвонили, сказали, вот так и так лежит заявление. Я просто удивился даже. Но он реально, видимо, оценил свои возможности, сказалась какая-то усталость и так далее. Что касается, я думаю, тоже Виталий Евгеньевич будет востребован. Он высокий профессионал в жилищно-коммунальном хозяйстве и надо отдать должное. Я сегодня мало вижу таких равных ему по профессиональному знанию вопроса. Поэтому я думаю, что Виталий Евгеньевич будет востребован. Также губернатор пояснил ситуацию с заявлением о сложении должностных полномочий теперь уже экс-главы администрации Рязанского района Виктора Пронькина. Я публично предложил ему написать заявление и уйти в отставку. Причина – это перевод на индивидуальное отопление жилых домов в Мурмино. Деньги были выделены. Работа была необоснованно затянута. Глава администрации фактически самоустранился от работы с людьми, потому что людям надо рассказать, что дает им перевод на автономное теплоснабжение, в чем они сэкономят. К сожалению, глава администрации этого не сделал, но это находится в его обязанностях, в прямых обязанностях, которые стекают из закона о местном самоуправлении, из уставов соответствующих и так далее. Поэтому здесь, естественно, после публичного предложения у меня состоялась с ним встреча, я сказал, что если вы сами не уйдете, я буду вынужден тогда идти по закону. И он понял свою ошибку, написал заявление и уволился. Несмотря на все пертурбации и кадровые перестановки, по словам губернатора, никаких структурных изменений в работу правительства вноситься не будет. Я считаю, что сейчас структура правительства наиболее эффективна, по крайней мере, в какой-то период времени. И на сегодняшний день я не вижу необходимости менять саму структуру правительства. Она сгармонизирована с федеральным уровнем, с федеральным правительством. Она у нас сгармонизирована с институтами законодательными, то есть с областной думой, комитеты, вот эти связки все сделаны. Поэтому я сегодня не вижу необходимости реформировать само правительство. В связи с недавним визитом в наш регион главы Минкультуры Владимира Мединского Олегу Ковалеву поступало много вопросов, касающихся культурной стороны Рязанской области. Владимиру Мединскому был представлен проект музейного центра, который в скором времени планируется построить в Рязани. Как он оценил, собственно, проект и на какие сроки вы сейчас ориентируетесь? Спасибо. Музейный центр – это моя боль душевная. Ведь решение о том, что строить, было принято года три или четыре назад, наверное. И все никак не могли в Большом Министерстве культуры, извините, разродиться. Значит, сейчас что я могу сказать, что проект разработан. Проект прошел, как бы, вот как архитектурная и конструктивная часть, прошел экспертизу в Саратове, ну, в специальном бюро экспертиз. Значит, сейчас завершается экспертиза сметной стоимости. Вот, поэтому проект очень хороший, он очень будет хорошо у нас в центре там смотреться. Он закроет это здание в стиле, построено в советском стиле, где Центробанк находится. И, значит, мы договорились с Владимиром Ростиславовичем, что будем ускорять начало строительства. Сейчас, как только из экспертизы выходят, они должны сразу же приступать к строительству. Также глава области озвучил планы на ближайшее будущее. В Рязани планируется целый комплекс крупных и важных для региона проектов. Уже в этом году приступят к строительству развязки в районе Михайловского шоссе на южном обходе вокруг Рязани. И в перспективе строительство развязки в районе примыкания Куйбышевской шоссе к южному обходу. Значит, сама реконструкция южного обхода, это позволит транзитному транспорту быстро проскакивать город, потому что, по сути, в черте города проскакивать город, и это и экологическая ситуация от этого будет лучше, и социальное самочувствие водителей будет лучше, так сказать, да и горожанам будет легче. Во время двухчасовой конференции губернатор ввел открытый разговор с журналистами, ответил на все интересующие их вопросы, касающиеся социальных аспектов нашего региона. Широкий круг проблем обсуждали сегодня и депутаты Рязанской городской думы. На очередном заседании местного парламента главной темой стала подготовка к рассмотрению проекта бюджета на будущий финансовый год. Одним из главных вопросов повестки дня заседания Рязанской городской думы было назначение даты публичных слушаний, на которых рязанцам предстоит обсудить проект бюджета города на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов. Несмотря на непростое социально-экономическое положение, доходная часть бюджета существенных изменений не претерпит, а более 70% расходов будут направлены на социальную сферу. Публичные слушания назначены на 26 ноября. Надо отметить, что бюджет еще будет обсуждаться, но его основа сохранить самое главное – это социальную направленность. И здесь социальные обязательства, они остаются актуальными. И, в общем-то, здесь основная часть расходов идет на социальную сферу. То, что касается выполнения указов президента, это также является необходимой составляющей подходов к формированию бюджета. Еще одним важным пунктом и предметом любопытства журналистов стал вопрос о внесении изменений, о решении Рязанской городской думы, об утверждении положения, о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Рязани. Конкурсная комиссия формируется двумя составляющими, это двумя субъектами – Рязанской городской думой и губернатором субъекта, в данном случае губернатором Рязанской области. Для того, чтобы уже непосредственно утвердить состав конкурсной комиссии, нам необходимо было сегодня внести эти изменения и их утвердить. Будет публикация и, соответственно, они будут приведены в законную силу с этого момента. Само же объявление конкурса на замещение должности городского сити-менеджера депутаты наметили на ближайшее время. Затягивать с этим в гордоме не намерены. Сегодня на площади Победы горожане могли наблюдать некоторые плоды этой работы. Патриотическое воспитание молодежи является исключительно важной частью воспитания подрастающего поколения. Ведь состояние государства в определяющей степени зависит от уровня сознания каждого члена общества. Его стремление участвовать в становлении своей родины. Как показывает практика, в нашем городе патриотов немало, и сегодняшние события – прямое тому доказательство. Сегодня в Рязани у Вечного огня на площади Победы открылась вахта памяти. Солдаты-десантники, курсанты десантного училища и ученики кадетских классов будут стоять в карауле до 9 мая по три дня в неделю с пятницы по воскресенье. Также церемония открыла в регионе торжества в честь Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Цветы к памятнику возложили губернатор Олег Ковалев, председатель областной думы Аркадий Фомин, начальник гарнизона Анатолий Концевой, главный рязанский полицейский Николай Пелюгин, члены правительства региона, чиновники, депутаты, общественные деятели и школьники. Цветы возлагают учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ города Рязани. Пост номер один у Вечного огня на Площади Победы был организован в Рязани в 1975 году. За это время вахту памяти несли более 65 тысяч юнормейцев. Памятная дата День Героев Отечества совпала сегодня с празднованием в Рязанском десантном училище. Здесь ветераны, офицеры и курсанты отмечали 96-ю годовщину со дня образования вуза. Воздушно-десантные войска, как говорил родоначальник крылатой пехоты генерал Василий Филиппович Маргелов, это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один. За прошедшие годы из стен Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища вышли тысячи советских и российских офицеров. Как самые боеспособные войска десантники прежде других принимали участие в военных конфликтов. Поэтому, по традиции, церемония началась с возложения цветов к монументу погибшим десантникам. На празднование очередной 96-й годовщины училища приехал и замминистра обороны Юрий Садовенко. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Министр обороны Российской Федерации! Уже на трибуне перед курсантами замминистра обороны Юрий Садовенко отметил значительное укрепление материально-технической базы десантного училища. В нынешнем году запланировано строительство и ремонт более 150 объектов. Это и спортивный комплекс, и полевой лагерь, и учебная лаборатория, и электронно-стрелковый тир. В этом году в Рязанское десантное училище поступило рекордное число курсантов. Именно поэтому патриотической работе, особенно в преддверии юбилейной даты 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, придается большое значение. Верность традициям отцов и дедов свято сохраняется в России и в Рязанской области. Историческая память никогда не иссякнет. Мы всегда, мы помним и всегда будем помнить тот подвиг, который совершили наши отцы и деды. Тот подвиг, который совершила великая страна, победив фашизм. Воспитанием патриотизма практически всю свою долгую жизнь занимается и Галина Александровна Королевич. Она выпускница училища 1943 года. Училище, я ему благодарна, низкий поклон до земли. Как только могу я поклониться в свои 91 год. Я преклоняюсь, спасибо училищу. Она дала нам мужество, закалку, смелость. И все, чем должен владеть не только десантник, а вообще защитник Советской Родины, нашей Родины. Вот перед вами, перед нами выступала наша выпускница 1943 года, Галина Александровна Королевич. Вот те трудности, которые были тогда, это были трудности. А сейчас ничего не мешает для того, чтобы достойно готовиться и достойно представлять воздушно-десантные войска и войска специального назначения на поле боя, если понадобится. Но вместе с тем мы, стоящие в строю, должны быть обязаны тем ветеранам, прадедам, дедам, которые отстояли независимость нашей страны и в боях с немецко-фашистскими захватчиками, и в других войнах, вооруженных конфликтах. В завершении торжественных мероприятий курсанты прошли старовым маршем перед ветеранами и офицерами. Это был последний материал нашего сегодняшнего выпуска. Далее в эфире программа подробностей. Гостем студии стал председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. И речь пойдет о принятых депутатами на сегодняшнем заседании решениях. А на сегодня это все. И до встречи в завтрашнем эфире нашей итоговой программы «Время говорить». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА